Этим голосом сказано всё. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня наш гость историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте. День добрый. Речь пойдёт о периоде, который предшествует Великой Отечественной войне. И в это время Красная Армия проводила некие действия. Бессарабия, Западная Украина, Польша и Прибалтика. Вот именно об этом сегодня и расскажет Евгений. Пожалуйста, Евгений. День добрый. Я хотел бы рассказать, почему так получилось. Казалось бы, все 20-е и 30-е годы Советский Союз был готов к войне с миром капитала. Всё время шла подготовка, всё время утверждал, что война неизбежна. Почти каждые несколько лет случился очередной военный кризис. Но тем не менее, как мы знаем, произойдёт 22 июня 41-го года, внезапное нападение фашистской Германии на Советский Союз, и мы имеем достаточно серьёзный кризис. Почему? Несмотря на почти 20 лет подготовки, так вышло. Для этого нам придётся вернуться в начало 20-х годов. Какой тогда была Красная Армия? После победоносного завершения Гражданской войны на территории бывшей Российской империи, Красная Армия стремительно демобилизуется. Начало 20-х годов численность Красной Армии по штату где-то 500-600 тысяч человек. Подождите, Евгений, я даже об этом никогда не задумывался, но ведь в конце Гражданской войны 5,5 миллионов. Именно. Поэтому мы имеем стремительное сокращение, нельзя сказать до нуля, но крохотная армия. Сравним с побеждённой Германией. После поражения Германии в Первой мировой войне, что мы имеем? Победители запрещают иметь Германии армию свыше 100 тысяч человек. У нас по фактическому наличию в Советской России и СССР численность армии менее 500 тысяч. При этом численность населения у нас 1,5 миллионов, но огрублена в Германии чуть выше 60. То есть побеждённая Германия, которую победители приложили все усилия, чтобы она не поднялась в военном отношении никогда, имеет 100 тысячную армию. Умножаем на 2,5. И получаем, что фактически победитель Советской России в Гражданской войне при несравнимо большей территории имеет пропорционально почти такую же армию. А денег нет. Поэтому приходится вводить территориальную систему. Что это такое? То есть солдаты живут у себя дома, имеют комплект формы, обувь, и некоторое время призываются на военные сборы. Первый год службы на 3 месяца, потом на 2. Служат они примерно 5 лет, и в совокупности призываются в армию где-то на срок от 8 до 11 месяцев. Сравним с современной армией, сейчас солдаты служат год, но подряд. А тогда 5 лет, сначала 3 месяца, потом всё меньше и меньше. Чему можно реально научить за такое время? И главное было бы кому учить. Вот это как раз одно из самых трагичных последствий. А вот, Евгений, а стоит ли ограничиваться, кому учить? А кого учить? Это же были люди, наверное, которые, может быть, даже и не различали право и лево. Происходили совершенно трагикомические ситуации, когда собираем часть, а в ней 99% просто не знают русского языка совсем. Следует отметить, что как раз в 20-е годы Советская Россия готовится к мировой революции. Следовательно, мы должны знать своих соседей, мы должны готовить национальные части схожим национальным составом. Особенно это касается Туркестана. То есть у нас формально в теории есть подготовленные национальные части, они знают местный колорит и пойдут нести пламя мировой революции дальше куда-нибудь в Индию. И что происходит? Киргизы говорят, а вот у нас еда, кормят нас осенью, а павшие листья собирают, кладут нам их, даже коровы есть не будет. Показывают эти листья, это лавровый лист в суп. Мусульмане, оказывается, не едят свиное сало. Кто бы мог подумать? Талыши – это такой народ в Азербайджане, принципиально не ест хлеба, требует риса и так далее, и так далее. Туркмены не едят квашеную капусту. А как же всем обеспечить разнообразное меню, когда у нас денег нет практически? И, очевидно, есть нормы питания, которые разрабатываются в Москве. Да, и более того, вот мы призываем людей в армию, а оказывается на 20-е годы, что на половину призыва просто нет формы. Мы даже их одеть-то не можем, не то что накормить. То есть, вот, Евгений, то, что вы говорите, это вот та самая разруха в стране. Да, причем усугубляемая постоянным ожиданием новой войны. 23-й год – это кризис в Германии, 27-й год – это кризис в Великобритании, 29-й год – это война на КВЖД и так далее, и так далее. Практически мы каждый год ожидаем новой мировой войны. И что делать? А ретроспективно потом и товарищ Сталин, и другие руководители говорили, что вот буквально буху уберег от того, что мы в 23-м году не ввязались в революцию в Германии. Это же ведь было, по-моему, и вроде как считали, была революционная ситуация. Да. И инструкторы там были, и оружие туда забросили. И компартия в Германии неслабая была. Это оттуда же ведь известная фраза Сталина. Коммунисты в Германии не возьмут власть, даже если она упадет им с неба в руки. Да, там вышло очень неудобно. И в 19-м году не получилось, и в 23-м году. А вдруг в следующий раз получится. Или наоборот. Империалисты, напуганные очередной революцией где-нибудь в Венгрии или в Мексике, пойдут к нам, чтобы уничтожить всю заразу революции под корень. То есть первый фактор, который нам очень-очень мешал и лимитировал практически все, это огромная дичайшая нищета экономики. Второй фактор. У нас практически не было людей с опытом большой современной войны, а именно войны 17-18 года. То есть когда на поле боя выходят сотни танков. Когда у нас в одном наступлении участвуют под единым командованием больше тысячи батарей. Это по немецкому опыту. Когда на Лондон летит несколько десятков бомбардировщиков. И самолеты уже могут бросать бомбы весом в сотни килограммов и даже в тонну. Это 18-й год. Когда есть единая система ПВО Британии. В любое время дня и ночи мы можем поднять 200 самолетов. Более того, они наводятся по радио как с земли, так уже и с воздуха. И военное и гражданское руководство Советского Союза очень любило читать материалы о войне. Особенно и разведсводки, и просто прессу. Читаешь все тогдашние материалы и думаешь, что же это за караул. Империалисты явно готовятся к следующей войне. Вот они проводят испытания новых бомб. Новых штурмовиков, новых танков, новых бронетранспортеров, новых самоходок и так далее, и так далее. Мы уже знаем, что империалисты могут производить танки тысячами в год. Как Реноф Т-17. Или танкетки Форда, которые до войны не дошли. Но Генри Форд, кто же не знает его мощностей. А США тогда выпускали уже миллионами авто в год. Берем любой автомобиль, особенно Форда, у нас его очень-очень любили. Или британский грузовик Торнекрофт. Ставим на них пару пулеметов, и, пожалуйста, вот она готова машина смерти. Что и сегодня происходит. Да. То есть на нее даже не обязательно ставить броню. А если добавить пару листов брони, такая просто готовая боевая машина. То же самое с сельскохозяйственными тракторами. То же самое с мирными грузовиками и автобусами. То же самое с мирными спортивными самолетами-акоистребителями. Или почтовыми самолетами, которые перевозят мешки с почтой. Готовый бомбардировщик. И так далее, и так далее. Поэтому, казалось бы, парадокс. Побежденная Германия, которой запрещено иметь практически все современные виды вооружения, но у нее есть колоссальный опыт. Угу. Немецкие солдаты миллионами знают, что такое танки. Они знают, как с танками бороться. У Германии, пожалуй, самый большой опыт противотанковой борьбы в мире. У нее есть свое производство танков. Было, точнее, в 18-м году. Первый бой танков германской конструкции – это 18-й год. Первый бой танков советской конструкции – это 29-й год. Гандикап. Немцы сбрасывают на врага тонную бомбу в том же 18-м году, мы в 38-м на Хасане. Как покрыть эту разницу? Немцы имеют квалифицированную рабочую силу, имеют инфраструктуру, у них масса заводов. Поэтому на рубеже 20-30-х годов наши люди часто едут в Германию и пишут оттуда отчеты. А ведь, я думаю, плюс еще население Германии поголовно грамотно. Именно. А у нас постоянная проблема то, что даже командир, он бы и рад прочитать устав, но он тоже не знает русского языка, его никто этому не учил. Были, конечно, и исключения. Например, замечательный командир Бауржан Мамышулы. Если кто читал «Волокамское шоссе», очень советую. А также очень советую почитать и книги самого Мамышулы. Они замечательные. И книги о Мамышулы, например, «Начинайте». Это замечательный универсал, военный командир. Еще до призыва в армию у него отличное по меркам 20-х годов образование 9 классов. Он работает учителем, а потом прокурором района. А потом идет рядовым в армию. Представьте, какой у него багаж еще до армии. В армию он получает артиллерийское образование и становится командиром батареи. В 1938 год он воюет комбатом на Хасане. Потом участвует в походе в Карпаты. И потом уже без Сараби. В 1941 год, осень, он работает с генералом Панфилом. Генерал Панфилов ему говорит. «Я, товарищ Мамышулы, неопытный генерал. Я опытный рядовой мировой войны. Я служил фунтером, потом фельдфебелем. Я командир гражданской войны, но генерал я неопытный». Вот в этом как раз и драма. Если мы посмотрим на то, кто противостоял нашим генералам, то есть командующим дивизиям, командующими корпусами, армиями, то, как правило, в Первую мировую немцы командовали уже батальонами. А у нас в лучшем случае унтеры и пулеметчики, как Малиновский и Жуков. Это замечательные профессионалы, но у них просто очень-очень мало опыта именно современной войны, именно штабной работы. Уже на уровне командира батальона ты должен представлять, как работает твоя артиллерия, как вызывать ее огонь, как устанавливать связь с соседями, как работает разведка, связь, снабжение, как отражать вражеские танки, что делать с авиацией, как ее вызывать на помощь и так далее, и так далее. А толковый унтер, вот у него есть взвод, ну да, и все. То есть, вот то, что вы сейчас рассказываете, Евгений, это положение дел в рабоче-крестьянской Красной Армии на середину 20-х годов. Да. Когда у нас даже курсанты почти 90% имеют образование ниже 7 классов. Это кандидаты в офицеры. А в это время в Германии на рубеже 20-30-х годов уже решают такие проблемы. Вот у нас есть штаб. Как нам расставить все необходимое, чтобы не было излишней бумажной волокиты? Как нам рассадить людей? Как поставить радиостанции на каждом столе, чтобы они работали наиболее эффективно? У нас тоже есть радио. Но в основном это благие пожалования, что хорошо бы нам иметь радиостанции, а немцы уже забыть о таких мелочах. Именно на опыте Первой мировой, скажем, в той же артиллерии, первое – это знание обстановки. А детали, сколько нарезать конкретной батареей участок по фронту – 100 метров или полутораста – это уже второстепенное. А вот управление и связь, разведка – это первостепенное. Соответственно, уже в Первую мировую немцы знают, как накрыть вражескую оборону на много километров вглубь, как порушить противнику связь, порвать провода, накрыть радиостанции, как воспретить манёвры его силами, когда у нас армия ещё цела, но она не может двигаться, все дороги перекрыты артогнём, а на передовые обороняющиеся просто загнано в укрытие. Вы рассказывали об этом, когда была лекция и беседа в вашей Первой мировой войне. Именно. И вот на основании этого опыта у немцев теперь есть мощный автотранспорт, и они как раз тренируются на учениях. У них пока нет танков, у них пока почтовый самолет. А в грузовике есть? Да. И не просто грузовики, а мощные грузовики, мощные трактора и специализированные ремонтные мастерские. Добавляем танки и уже получаем готовую, причём сколоченную, обученную часть со всем необходимым багажом. А у нас, как я не перестаю подчёркивать, страна не просто бедная, страна нищая. Даже в 30-е годы война в Испании, у нас уже, казалось бы, есть масса танков, но наши танкисты удивляются. Хм, один грузовик на один танк, зачем так много? Тыл-то получается громоздкий, как его маскировать, как его снабжать и так далее. Первый бой танков советского производства — это 29-й год, конфликт на КВЖД. На КВЖД. А скоро как раз в ноябре будет его юбилей. Если кто не знает, пожалуйста, расшифруйте КВЖД, пожалуйста. То есть это Китайская Восточная Железная Дорога. При царе она принадлежала России, потом произошла революция, но формально она ещё продолжает оставаться в ведомстве уже Советского Союза. В Китае идёт своя революция, гражданская война. По стороне ходят полевые командиры со своими, грубо говоря, бандами. И такой лакомый кусок, как прибыльная железная дорога, естественно, интересует местных полевых командиров. Возникают провокации, нападения. И в результате советские части после нескольких пограничных стычек переходят к границу и штурмуют китайские укрепрайоны. После достаточно быстрой победы происходит разбор полётов. Грендаль, один из опытнейших наших артиллеристов, пишет отчёт. Вот у нас есть тяжёлая артиллерия, но она не поразила ни одной цели. То есть все блиндажи стоят целые. А это... То есть это был реальный факт? Да. Укрепрайоны были захвачены, и блиндажи были целёхенькие? Да. Спасибо. Их приходилось выбивать танковой атакой при поддержке пехоты. Причём пехота из-за секретности даже не знала, что её будут поддерживать танки, и пехотинцы бежали в одну сторону, китайцы в другую. Китайцы поначалу очень упорно сопротивлялись, практически не сдавались в плен, отбивались до последнего патрона, но при этом очень плохо стреляли из винтовок. Из пулемётов тоже. И из лёгких 77-миллиметровых пушек. Основные потери у нас из бомбомётов. Это прототип будущих миномётов. И вот как раз после КВЖД мы озаботились и наличием миномётов в армии. А раньше было просто не до того. По сути, все 20-е годы Красная Армия копалась на складах, думала, что за железяку мы откопали, и нельзя ли её приспособить как-нибудь к делу, или просто её уже пора выкидывать. Там встречались совершенно феерические конструкции, доставшиеся как раз от Первой мировой. И немецкие гранатомёты, и бомбомёты, и прочий ужас, который клепался часто на коленке. Это все 20-е годы мы пытались понять, а как нам теперь воевать. И Гриндаль как раз писал, хорошо, что нам не пришлось воевать с современной армией, потому что с такой неопытной артиллерией, которая просто подъезжает к противнику на расстоянии меньше полукилометра, конная артиллерия может подъехать к противнику на полкилометра. Фактически в упор и стрелять по амбразурам. А потом уже пехота забрасывает блиндажи гранатами. То есть тут нам помогло, что, конечно, Красная Армия была плохо оснащена, но китайцы были оснащены ещё хуже. То есть даже то, что у них было, они просто не умели использовать. И каждый блиндаж оборонялся самостоятельно. Набрали очень много трофеев, в честь как Рубин Гуда раздали населению. И там уже просто по списку видно, там каждая верёвка, каждый гвоздь идёт отдельной строкой. Насколько же бедным была советская страна, что даже такие мелочи, как канат, верёвка, всяческая, отдельно прописывались. Даже это надо было учесть. Буквально канат один, в скобках прописью один. Да. И там же набрали всякого оружейного барахла, часто даже не могли определить, а что это мы вообще взяли. Об уровне оснащённости тогдашних китайских полевых отрядов. А они были чем, кстати, вооружены? Всем. Всем. Буквально всем, что только можно было найти. Копиями германских 77-мм пушек, пулемётами Виккерса, Красная Армия была вооружена гранатами Первой мировой, пулемётами Кольта, пулемётами Максима Токарева, пулемётами Шоша, теми самыми французскими пулемётами, которые работали только у французов, больше ни у кого. Ни у кого, да. И вывод. Давайте дадим бойцам побольше гранат. По две штуки. На бойца. И вот постепенно начинаются уже более-менее массовые учения сначала с танками МС-1 Т-18, а потом уже и с честно купленными по лицензии Т-26 и БТ. У меня вот к вам какой вопрос, Евгений. Кто движущая сила прогресса в Красной Армии? Личности. На уровне личности. Кто понимает масштаб и важность этой проблемы, и кто всё это пробивает? Очень многие. Как ни странно, и Ворошёв, которого у нас обычно считают тупым кавалеристом, и Тухачевский, который у нас считают фанфароном, Наполеоном, и Будённый, опять же, тупой кавалерист. Нет, они понимали в современной войне и всёчески старались... А не понимание у политического руководства находят? Да. Но тут опять-таки, как в Кавказской пленнице, имея желание купить дом, но не имея возможностей. Имея возможность купить козу. Так выпьем же, чтобы наши желания совпадали. На учениях мы можем собрать танковую бригаду и пускаем её в бой. Разведка с воздуха находит врага, ставит дымовые завесы, потом врага обрабатывает авиация, артиллерия, и танки с нескольких сторон идут на противника. Идёт взаимодействие между разными видами танков, и вот вражеская артиллерия подавлена. Мы застаём какой-нибудь кавалерийский полк на марше, пять минут боя, всё. На учениях кавалерийский полк полностью разбит. Дальше он сопротивляться не может. То есть, если у нас есть современная армия, современная техника, то даже крохотные части могут починить врагу очень большой ущерб. Это у нас есть понимание уже на 29-30 год. И у нас есть отличное понимание, что танки должны взаимодействовать с пехотой, они должны взаимодействовать с артиллерией, с авиацией. Но вот как этого добиться в реальном бою, когда реальных боев практически нет? А техники у нас фактически кот наплакал. Ну, и это же относится к связи, да? Да. Радиостанции. То есть, все 30-е годы, буквально с самого начала, наши военные требуют, дайте нам мощные радиостанции, дайте нам мощные грузовики, дайте нам мощные и быстроходные тягачи. Это не требование конца 30-х годов, перед Великой Отечественной. Это требование начала 30-х. Промышленник говорит, ну, заходите как-нибудь. То есть, дата точно не называется. Ну, промышленность говорит, не сможем. Не сможем. Угу. И это относится ко всему, что вы перечислили. Да. То есть, наконец, в 20-х годах у нас нет в воюющей армии на КВЖД нет биноклей и даже нет часов у командиров. Угу. Сейчас новости, а после новостей продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано всё. Продолжаем лекцию и беседу. Наш лектор сегодня, историк Евгений Белаш. Итак, у командиров биноклей нет и часов тоже нет. Причём они буквально умоляют, мы не можем купить хорошие часы за любые деньги, дайте нам хотя бы часы. Это уже воюющая армия. То есть, о бинокрах уже и речи нет. Часы дайте. А в это время наши люди из Германии пишут, что в Германии прекрасная оптика, понятно почему, и прекрасные буквально идеальные средства связи. Они уже и это могут спокойно отрабатывать на учениях. Ну, об этих, наверное, о часах-то вообще и речи не идёт. Да. То есть, у Германии, конечно, есть свои проблемы, но по сравнению с проблемами СССР, это просто несопоставимо. Тот же Тухачевский в начале 30-х годов пишет, что вот нам нужен танк для истребления артиллерии с достаточно мощной бронёй, выдерживающей снаряды с мощной 76-мм пушкой, потом нам нужен танк для истребления пулемётов, танк для десанта, перевозящий пехоту, сапёрный танк и даже радиоуправляемые танки для постановки дымовых завес. Пожелания благи. А где всё это делать? А вот немцы смогут делать. В 36-м году они выставляют свои требования к будущему Штугу, эта самоходка, и что получают? Бронированный корпус, очень низкий силуэт. Артиллеристам противника машина почти не видна. При этом она, поскольку бронированная и всё-таки высота около двух метров, то на поле боя из неё достаточно хорошо видно. Лучше, чем из пехотинца, который лежит под огнём где-то в траве. Самый разнообразный ассортимент снарядов, примерно каждый четвёртый – дымовой. То есть немцам не надо иметь какую-то сверхмощную пушку, они просто ставят дымовую завесу оперативно в каждом конкретном участке боя. И дальше квалифицированная пехота с огнемётами, с канистрами бензина, с зарядами взрывчатки подползает к доту вне секторов его огня, закладывает амбразура мешками с землёй, или пускает туда струю огнемёта, или заливает внутрь бензин, или закидывает гранатами, или ставит заряды взрывчатки. В общем, тут уже дело техники. Штуки действуют как самоходная артиллерия, даже не как танки в тесном взаимодействии с пехотой. Они идут за пехотой. А что получается у нас? Мы все 30-е годы и в КВЖД, и в Испании, и на Хасане, и на Холхенголе, и польский поход говорим, что танки должны взаимодействовать с пехотой, танки должны взаимодействовать с артиллерией, танки должны взаимодействовать с авиацией. Реальность. Фактически каждый раз танки едут толпой. Управление даже между танками просто теряется. У нас есть в танках радиостанции, начиная с войны в Испании, но антенны идут вокруг башни в виде поручня, за которым может цепляться танковый десант. Поэтому задеваем за деревья, задеваем за углы зданий, все, связи нет. В танке тряска, удары пульс, снарядов, рации выходят из строя. Танкистам просто неудобно работать с рацией во время боя. Он либо стреляет, либо командует, поэтому выбирает стрелять. И так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что да, вот рации есть, они нужны, но в реальном бою мы их не можем никак использовать. Дайте нам, наконец, мощные, надежные радиостанции, которые работали бы. И как для связи между танками на поле боя, так и особенно для связи между танками и другими частями. А такие радиостанции занимают тогда пару грузовиков. И опять же, очень быстро выходят из строя. И в результате немцы имеют не просто несколько самоходок, но самоходки вписаны в общую структуру. То есть у них есть наблюдательный бронетранспортер, у них есть бронированный транспортер боеприпасов, у них есть транспортер с запасными экипажами для этих самоходок, у них есть артиллерийские тягачи, у них есть связь с пехотой. В командирских самоходках две радиостанции, приемника и приемопередатчик. У них отличный обзор. У них всякие полезные мелочи типа гидропривода для работы водителя. Меньше устают и так далее, и так далее. У нас есть понимание, что все это нужно, но промышленность никак не справляется. Не будет справляться еще долго. Поэтому танкам приходится отдуваться и за артиллерию, и за пехоту, и даже за авиацию. Естественно, они несут огромные потери. Кстати говоря, по-моему, Кольцово, в подтверждение ваших слов, в испанском дневнике там описано совершенно трагическая атака, ну, скорее всего, наши экипажи были, на франкийские позиции, достаточно неплохо укрепленные противотанковые артиллерии. Да, наши специалисты, например, Поли Арман, первый наш танкист, который воевал в Испании очень высоко ценили противотанку обороны франкистов и вообще упорство франкистов в обороне. А тут еще накладывается и то, что это война в Испании, причем гражданская война. Это сразу не просто ожесточение, но и феерический бардак. Ага. Когда у нас имеются отряды добровольцев, приходят советские специалисты и говорят, а что это у вас бойцы уходят в тыл? Но они же добровольцы, мы их не будем обижать. Так, а почему вы не видите трибунал? Трибунал? А что это такое? С другой стороны, в той же Испании другие спецы просто, грубо говоря, обалдевали от милых привычек некоторых испанцев, когда они подозревали в ком-то предателя среди своих, то этот человек просто исчезал. Его сначала резали, а потом проводили следствие. шокировать советских специалистов, которые приехали тоже не из пансионно-болгородных деятеля из СССР 30-х годов, это надо было постараться. Часто у солдат может быть просто пара дней еды вообще. На дворе зима, горы, снег, бойцы в тапочках. По ним отрабатывает авиация франкистов, артиллерия, потом в атаку идет пехота с танками. Своя пехота почему-то в кавычках после всех этих перипетий такого удара не выдерживает. Танки работают пожарными командами. Авиация работает страшными группами по два самолета. В начале войны позже, конечно, будет больше, но тоже видно. Пулеметы то есть, то нет. Винтовок сколько угодно любых калибров от 7 миллиметров до 9 миллиметров и все в промежутке. И любой страны производителя. Как воевать в таких условиях я просто не представляю. И наши советники тоже. Когда приказ отданный по телефону приказом не считается, надо его привезти на мотоцикле. А это сразу минус несколько часов. Причем телефонная связь идет через Мадрид. А местная телефонная станция принадлежит вообще США. Она может дать а может и не дать. И кто там сидит на этой станции. Ян Берзин очень боялся, что враг подслушивает, и поэтому жаловался, что приходится говорить изополным языком. И кстати, Ян Берзин главный военный советник в Испании, человек с колоссальным опытом работы в спецслужбах. Да. И отдельная трагическая история, что у нас не было людей опыта современной войны, вот мы наконец-то получаем, и что происходит? Вот у нас есть Пулярман, прекрасный танкист, если кто читал книгу танки межвоенного периода, там я постоянно цитирую его отчеты. Это буквально роман в прозе. Человек изучил все, что относится к танкам, как их применить в бою. И Евгений, прошу прощения, Пулярман псевдоним оперативный. Да. Он по национальности латыш просто долгое время обучался и у себя на родине, потом жил во Франции, и там-то этот псевдоним и получил. Так его зовут Поль Телтинь. Но назвали его и знали его как Армана. Кстати, он прекрасно знал французский язык, то есть был настоящим профессионалом. Вот он пишет до тонкостей. Как танкам идти во танку? Стоит ли им входить в укрепленные деревни, где стены домов могут иметь толщину каменной стены до двух метров? Наверное, в Испании это был тот самый случай. Да. И заборы высотой до четырех метров. Танки середины тридцатых годов с такими буквально крепостями ничего поделать не могут, нужна артиллерия. Артиллерия работает плохо. У нее нет разведки, нет связи. Временами по открытым целям, когда есть наши специалисты, внезапно получается. А то и не получается. Нет приказа, не стреляем. Ну, вот же цель. Приказа нет и так далее. То есть, творился какой-то феерический бардак, и как из этого бардака можно извлечь действительно отличные, очень сжатые, прекрасные отчеты. Сейчас, кстати, вышла книга «РКК и гражданская война в Испании». Очень-очень советую. Там как раз первые источники. Кстати говоря, если вы позву с вашего разрешения, Евгений, я посоветую интересующимся вот для того, чтобы понять в первом приближении масштабы этого бардака, это, конечно, испанский дневник Михаила Кольцова, где действительно эти добровольческие отряды разных партий, а мы с этими, ой, ну, почитайте. Да-да-да, и Эренбурга. А потом, открываешь записки именно военных профессионалов и понимаешь, что журналисты этот бардак не просто не преувеличивали, но скорее даже преуменьшали, поскольку многих деталей просто не знают. А потом начинается самая трагическая история. Вот у нас есть специалист Ян Берзин, вот у нас есть замечательный специалист Мерецков, Полиарман, Штерн и так далее, и так далее. Они возвращаются на родину. И тот же Арман, который по танкам написал просто «Отеду», причем прекрасно литературным языком, очень доходчиво. Как танкистов кормить, чем именно, какая у них должна быть форма, почему, как их поить и чем. В Испании очень жарко, особенно в танках, и так далее, и так далее. То есть он разобрал буквально все до деталей. Возьмите танки межвоенного периода, там очень часто именно его отчеты и отчеты других специалистов цитируются. Возьмите РКК и гражданскую войну в Испании тоже чтение увлекательнее любого приключенческого романа. А потом его считают шпионом, 37-39 год он проводит «Небо в клетчику». Это ему очень подразумно. Да не, ну, Николай Иванович Ежов, это человек был крайне безжалостный. То есть читаем отчеты из Германии, они идут Халебскому. Это наш начальник управления механизацией и моторизацией всей Красной Армии. То есть специалист высочайшего уровня. Расстреляем. Штерн. Воевал в Испании, воевал на Хасане, на Холхенголе в Финляндии совещание РККА в декабре 40-го года. Высочайшие чины, грубо говоря, самые проверенные отобранные люди. Смотрим на список. Штерн. Декабрь 40-го года. В 41-м арестуют, расстреляют. Павлов. Прекрасные отчеты из той же Испании. Командуют танковой бригадой. Позже становится главой автоброни танкового управления ГБТУ. Опять же, Холхенгол, опять же, Финляндия. 40-й, 41-й год. Западный военный округ. То есть, огромная карьера, невероятный карьерный рост. 41-й год, неделя войны. Вызывают в Москву, снимают, потом все-таки назначают за на войска, потом арестовывают и расстреливают. Смушкейджи рычагов. Прекрасные летчики в Испании. Тоже арестовали, расстрелили. Простите, если вы будете расстреливать таких профессионалов, то как же тогда воевать? Причем, тут надо иметь в виду, что, хотя сами репрессии могли затронуть численно не очень большую долю, если мы будем считать всех офицеров, но именно высших офицеров, то есть это командиры дивизии, командиры полков, корпусов, армий, округов, их заместители, начальники штабов, вот там картина совершенно ужасная. То есть людей либо увольняли из армии, либо арестовывали, кому повезло, потом выходил, как тот же Мерецков и Рокоссовский, но время-то потеряно, и Армана тоже выпустили, но простите, у вас человек, который наконец-то знает, как воюют современные танки, он сам в них воевал, вот он написал отчет, вот он докладывал Сталину в Кремле, вы его сажаете в тюрьму почти на два года. А воевать кто будет? он ничего не знает. В 43-м он погибнет уже командой бригады, но сколько времени потерян, сколько кадров? Так я просто, наверное, не точно выразился, ведь человек на два года вырван из сферы своего профессионального применения. Именно. А ведь надо изучать опыт ведения войны немцами, как действовали танки при захвате Чехослава, там и так далее, и так далее. Да, фактически у нас некому, есть такой специалист по авиации в Испании Абросов, он прямо пишет, что опыт авиации в Испании получили, пожалуйста, докладов полно, некоторые из них я читал в РГВА. Но изучать их просто некому. У нас идет постоянная чехарда. Одного начальника, грубо говоря, сняли, расстреляли, на его место поставили следующего, не успеет вникнуть в суть дела, сняли, расстреляли, расстреляли. И так далее. И тут опять же таки, да, для того, чтобы там определить меру вины или невиновность, это надо считать следственные дела, которые, я думаю, засекречены, даже не думаю, практически уверен. Но речь же ведь сейчас мы не собираемся меру вины устанавливать, речь идет о боеспособности армии. Кроме того, если мы убираем человека из армии за реальные проступки, то мы и должны писать вот такой-то, грубо говоря, проворовался, пропился, пожалуйста, до свидания. Ну, а когда он оказывается шпионом четырех разведок, к нему совсем другое отношение. И можно считать, что практический опыт нашего специалиста в войне в Испании, он присутствует в виде отчета, справок, сводок. Но до войска практически не доходит. Да. Для пользователя он не доходит. То есть мы еще с начала 20-х годов, а тем более с конца понимаем, что танки должны взаимодействовать. Но раз от раза. И в Испании, и на Хасане, и на Холхенголе у нас танки едут в бой, грубо говоря, толпой. Теряется всякое управление, связи с артиллерией нет, разведки нет, связи с пехотой нет, потери предсказуемые, а противник усилит противотанковую оборону. Броня у танков тонкая, если в начале 30-х годов предполагают, что на одну противотанковую пушку на учениях мы можем выделить целых три танка, они будут хитро маневрировать, им поможет своя авиация, артиллерия, демзавеса и так далее, свои артиллерийские танки, как-нибудь мы справимся. А в реальном бою получается танки слепые, они просто не видят эти крохотные противотанковые пушки. Сходите в музей, посмотрите на немецкие 37-мм и наши 45-ки. А тем более немцы очень-очень хорошо маскируются. Уже на учениях начала 30-х годов опять же наши специалисты отмечали, за время боя батарея может сменить свои позиции три раза, и это под огнем. Так оно и происходит. И даже в 41-м году, вот у нас есть мехкорпус, порядка 300 танков, уже есть и КВ, и Т-34. Но мало радиостанций, мало грузовиков, бронетанспортеров для пехоты практически нет. Евгений, а экипажи танков, их же, наверное, обучить надо? Как с этим-то было? Все так же? Обучали. Некоторое количество обучали великолепно, особенно на реальном боевом опыте в той же Испании. Но опять-таки танки воюют по 9, по 10, по 12, по 16 часов подряд. Где-то через 10 дней такого марафона, 10-20 дней, и у танкистов начинаются уже бреды галлюцинации, дальше они не могут. Об этом писал тот же Арман. И писал, как с этим бороться, как танкистов снабжать и водой, и фруктами, и так далее. В Испании танкистов при нужде можно подготовить буквально за неделю. Некоторое время они не могут воевать против пехоты, но сложные действия, понятно, не смогут. Но тем не менее, даже в таких условиях некоторые испанские танкисты показывали великолепные результаты, то есть готовили их очень-очень тщательно. Насколько, конечно, это было возможно в условиях гражданской войны. То же самое с артиллерией, то же самое с пехотой, то же самое с авиацией. Тут еще и отказом от части. У самолетов отказывают моторы, отваливаются крылья, у танков сваливаются на косогора гусеницы, танк неподвижен, его часа через три подобьют. Опять-таки, надо с этим что-то делать, а промышленность опять не справляется. Про ужасное положение с радиостанциями, которые вроде как есть, а в реальном бою мы их просто не можем использовать. Ну вот как-то так. И в результате мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. И 29-й год, и 36-й год, и 38-й, и 39-й все реальные бои, просто как под копирку. Опусы и них пишут дайте нам бронированные транспортеры для снарядов, дайте нам бронированные эвакуаторы, дайте нам санитарные транспортеры вывозить раненых, дайте нам это уже 38-й, 39-й год, вместо самоходок на базе Т-26 и на базе грузовиков, дайте нам нормальные самоходки с вращающейся башней и гаубицами внутри. Ну простите, в нашей реальности это СССР конца 60-х годов, не ранее. то есть понимание что нам нужно есть, правда местами выдавали конечно совершенно феерические проекты, например комдив Калчигин, а вот дайте нам командирский танк, чтобы у него внутри было 5 раций для следия всех со всеми, а сверху еще беспилотник. Ну советская промышленность в конце 30-х годов понятное дело каким будет ответ. Заходите лет через садь. Вот сейчас боевые беспилотники и разведывательные беспилотники наша армия использует, но это 21 век грубо говоря. Тогда радиоуправляемые танки, радиоуправляемые самолеты тоже использовали на учениях. Конечно мы отчасти временами отказывали, но то учения а то реальная жизнь. И опять и драма. У нас необученная пехота, значительная часть из которой просто не знает русского языка вообще, не имеет формы, не имеет ничего, не имеет главное ни полигонов, ни толковых инструкторов в нужном количестве. А армия растет. В середине 30-х годов с 500 тысяч уже армия миллион, 39-й год 2 миллиона, позже армия вырастет уже 4 с гаком. Причем и техническое оснащение ее вырастает буквально в десятки раз. По противотанковой артиллерии и по танкам, как говорил товарищ Ворошил в 39-м году, за 9 лет в 70 раз. А откуда же мы возьмем столько расчетов и экипажей, грамотных расчетов? И опять же, как вы говорили, а кто инструктор, кто преподаватель? И получается заколдованный круг. У нас неопытная пехота. Ей будет наступать трудно. Поэтому мы ее должны подпирать танками. Нам нужно много танков. Для танков нужно много экипажей. И поэтому мы из пехоты вымываем в авиацию, в артиллерию, на флот, на танки и так далее. Возвращаемся опять же, у нас неопытная пехота, дайте нам еще больше танков. И вот как это разорвать, я просто не понимаю. Но тем не менее политическое руководство в курсе этих проблем, но они опять же таки понимают, что решить эти проблемы в общем объективно практически невозможно. И это буквально трагедия. Конечно. Вот это потом, я так думаю, аукнется. Хорошо, сейчас на радиостанции говорит Москва новости, а после новостей лекция беседы Евгения Белаша продолжится. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Продолжается с моей точки зрения интересней лекция беседы Евгения о состоянии рабочих христианской Красной Армии и последний опыт, опять же, к сожалению, невостребованный, гражданская война в Испании, а потом Дальний Восток. То есть Хасанг... Евгений, Дальний Восток, Бессарабия, Западная Украина, что еще? Прибалтика, Прибалтика. Вот что из этого было, как это происходило и какой опыт был вынесен из этого? Начнем с 1938 года. Это первое большое столкновение с японскими войсками у озера Хасан. Если кто помнит песню «Три танкиста», то это как раз о тех событиях. Да, у японцев там не было танков, почти не было тяжелой артиллерии, поэтому на несколько батальонов окопавшейся японской пехоты мы могли послать буквально массу танков. Но проходят два часа боя и почти полсотни танков у нас либо горят, либо выведены из строя. Все по тем же причинам. Нет разведки, нет взаимодействия с пехотой, не успели выйти на нужные позиции, противник отлично видит нашу атаку, а мы вовремя не подавляем его артиллерию. Бойцы сражаются невероятно, но пехота за танками не идет. Вот это опять-таки... О личной храбрости, о боевом духе речи нет, высочайшие. Да. То есть, как потом грустно отмечалось в документах эпохасана и холхенгол, вот преданности социалистической родине, дело партии Ленина и Сталина, вот это достоинство нашей армии, это у нас есть? Да. Что называется хоть отбавлей. И действительно героизм был невероятный. Скажем, есть описание одного танкиста, который встретил товарища, товарищ Зуев весь обгоревший, лежит рядом с танком, у него нога оторвана почти по колено, держится буквально на ниточке, в груди три колотые раны, и при этом товарищ Зуев отогнал японцев своим пистолетом, то есть получается уже горящий танкист вылез из подбитого танка, сделал в ближнем бою японскую пехоту, поскольку он имел уже колотое ранение в груди, опасный бой, с оторванной ногой, при этом все еще был жив, как он вообще победил, я не представлю, его автор доклада завалил на себе и потащил к своему дальнейшую судьбе, к сожалению, неизвестно, но героизм просто невероятный, в результате на Хасане комбинированными действиями и авиация работала, бросала, как растонные бомбы с ТБ-3, правда, часто они падали не совсем точно, или взрывались в мягком грунте не с таким эффектом, как мы рассчитывали, и авиация работала с истребителями и тяжелыми бомбардировщиками, и артиллерия вплоть до 203 мм, и танковые бригады мы упустили в ход, в общем, в итоге все-таки победили. И Хаухингу, здесь японцы проводили тоже разведку боем и фактически позволили играть с собой в поддавки, то есть первое столкновение патрулей, это середина мая 1939 года, 11 мая, наиболее упорной массовой бои это начало июля, там как раз пошла знаменитая атака танковой бригады, которая в последний момент предотвратила продвижение японцев, а то бы наши войска могли быть окружены и разбиты. Тем не менее, если посмотреть на документы, по горячим следам наши специалисты пишут, то есть это, конечно, все очень хорошо, но вот так наступать не надо, а то потери будут колоссальны. И да, потери были колоссальны, позже командир этой бригады Яковлев, поднимая залегшую пехоту в атаку, командир танковой бригады поднимает в атаку пехотинцев, он там и погиб при этом. Но тем не менее, японцы позволяли нашей армии доставить в совершенно безводный, очень удаленный на сотни километров от ближайшей железнодорожной станции колоссальными вставку воды и продовольствия и подвезли массу горючего для истребителей по 12-15 заправок на самолет и буквально горы снарядов. Расход боеприпасов в крохотной по меркам Второй мировой войны операции, там воюют фактически, мы воевали против усиленной японской дивизии, грубо говоря, воевал наш корпус или армейская группа. Так вот, расход снарядов там сопоставим с расходом снарядов в Сталинградской битве или Курской дуге. Мы фактически забили японцев горой железа. Тем более, у японцев не следует делать из них таких уж терминаторов. Да, пехота у них была очень хорошая, влюбила ночной бой, прекрасно маскировалась, они смогли выстрелить прямо в степи бетонное укрепление, причем хорошо замаскированное. В плен не сдавались категорически, подрывались гранатами. Если кто смотрел сериал «Пацифик, Тихий океан» или «Пацифик», ага, по соображениям совести, так вот, там ничего не преувеличено, а реальные бои были еще хуже. А теперь представьте себе, одно дело, американская армия 45-го года с таким трудом воюет, а другое дело, Красная армия 39-го года, с таким наследством, о котором мы говорили до того. То есть, фактически, приходилось заваливать японцев железом. И бомбами, и снарядами, и танками, с большими потерями, особенно в компсоставе, который шел впереди, и там отдельно отмечается, что не надо ходить на поле боя в полный рост. Не надо вот это вот ненужные отваги, и так далее, и так далее. Надо давить ожившие японские точки 45-ками. Создавайте отдельные группы. То есть, в том, что японцев сдавили железами, ничего плохого нет, очень даже хорошо. Но, тем не менее, уже тогда отмечалось, что вообще-то воевать надо грамотно, тогда и потери будут гораздо меньше. В том числе, японцы очень не любили советские огнеметные танки, которые просто подходили к этим отчаянно отбивающимся японцам, и все. Угу. Угу. В общем, на Холхенгуле все-таки смогли победить именно за счет того, что противник позволял несколько месяцев накапливать нам силы. Первые несколько дней в Москве даже вообще не знали, что у нас где-то там в монгольской степи идут бои, потом началась дикая паника, а может, это японцы идут уже большую войну. На Новосибирск. Потом, поэтому туда бросили лучшие кадры, собирали и летчиков, и танкистов, и просто пехотных офицеров буквально отовсюду. Смогли собрать, смогли снаблить, это, конечно, повод экологистики невероятный, и в конечном итоге просто запинали японцев, хотя из окружения большая часть все-таки из них смогла уйти, но все-таки победа есть, трофеи есть. И вот, сентябрь 1939 года, пока на одной части глобуса Инудбейна Холхенголи в Европе начинается Вторая мировая война уже официально. Немцы громят основные сил польской армии, польское правительство бежит из страны, и начинается освободительный поход Красной армии. Мы официально говорим, что поскольку польское правительство все, Польша как государство не существует, то мы идем освобождать от власти польских панов западную Украину и Беларусью. Кто против? Поляки отдают приказ не сопротивляться. И вот, опять-таки, возникает трагикомическая ситуация. У нас огромные силы, но им не с кем воевать. Идет танковая бригада, проходит по 100-120 километров в день, если получается. Отрывается от своих тылов, от конницы связь теряется напрочь, но тем не менее танки спокойно идут вперед, противник это позволяет. Большой город, скажем, Львов обороняет буквально несколько пулеметов, ну и, может быть, пара орудий. И то, как они обороняют, они дают несколько очередей и все. Поскольку против танковой бригады особо не сопротивляющиеся. И опять же, наши отчеты о том, что если бы противник дрался по-настоящему, мы вот здесь понесли бы большие потери. Особенно при ночном входе в города. Танки у нас стоят без горючего. За все время похода стандартный расход танковой бригады, а это больше ста танков, где сто, где двести, где целых четыреста снарядов. То есть за две недели танкисты хорошо, если по разу выстрелили. Ну, выстрелили, а какой это боевой опыт. Но еще несколько тысяч патронов, это опять же на сотню танков. И все. Мы фактически с противником не воевали. Опять же, вылезают проблемы с тем, что многие танки изношены. Автомашины, трактора мы получаем из колхозов. Убитые просто в усмерти. Запчастей нет. Инструмента нет. Специальных машин практически нет, а те, что есть, очень быстро портятся. И опять все время, я так понимаю, стоит вопрос специалистов. Экипажей, расчетов. Ну, простите, когда на радиостанции стоят ювелиров и сапожников, говорить о том, почему у нас плохая связь, не приходится. Нету. У нас армия очень-очень быстро растет. А специалистов с реальным практическим опытом от Первой мировой у нас есть фактический опыт сидения в траншеях, гражданская война. Так вы же пострелили почти всех выдающихся лидеров, как врагов народа, за исключением нескольких человек. Те, кто получает опыт 29-го года Испании, Хасана и Холхенгула, вы их арестовываете и по новой либо стреляете как врагов народа, либо, по крайней мере, держите в тюрьме. Кто кого будет обучать. То есть, тут трагедия даже не в общих цифрах репрессии в армии, а именно в том, как они отражались на общем состоянии. Скажем, в 37-м году командир корпуса Куйбышев, родной брат того самого Куйбышева, который Самара, честно говорит, вот у нас грузинская дивизия, командует ей человек, который до того два года командовал ротой. 37-й год. Что вы делаете? Позже, кстати, товарища Куйбышева тоже арестуют, разоблачат, как врага народа, шпиона, четырех разведок, все, расстреляли. И спрашиваются, как изучать опыт польского похода, когда фактически войны-то нет. Да, мы видим, что у нас громадные проблемы со связью, со взаимодействием войск, со снабжением, когда снабжение идет фактически на подножном корму. Мы въезжаем в усадьбу какого-нибудь польского пана, находим там горючее, заправляемся и едем дальше. Не находим, не едем, ждем, когда спустя несколько дней подойдут наконец. Одна танковая бригада так нашла 300 тестерных спирта, на следующий день вышла на переформирование. И дальше у нас война в Финляндии. Тоже противник очень отчаянно отбивается, но у него почти нет современной противотанковой артиллерии, у него почти нет тяжелой артиллерии, он резко уступает нам в авиации, особенно в ударной. за 105 дней мы научились прорывать стационарную оборону, опять же, не слишком современную, не слишком оснащенную. В общем, мы выходим где-то на уровень 16-17 года. Да, мы это умеем, а впереди у нас прибалтийский поход. Опять-таки, мы ура, тренируем пехоту на совместные действия с танками, мы возим пехоту на танках, возим мотопехоту на грузовиках, за танками у нас едут на принципе противотанковая артиллерия, полковые пушки 76-мм мы ставим в грузовики, вот у нас отличные идеи. Латвия, предъявляемый ультиматум, она на этот ультиматум соглашается воевать не с кем. Такие хорошие идеи пропали зря. И вот у нас лето 41-го года. Мехкорпус, казай бы, громадная сила, порядка 300 танков, включая новейшие. Пунктов снабжения нет, опять же, сразу возникают проблемы со снабжением горючим. Должно быть прикрытие с воздуха, аэродром с истребителями немцы разбомбили. Радиостанций нет, ремонтных частей нет, цистерны горючим нет. Еще по польскому походу. Ставим бочки с бензином в простой грузовик, они подтекают, пары бензина попадают в контакт с горячей выхлопной трубой, у вас нет ни бензина, ни грузовика. Не водителя, а я думаю, что не так их и много было, в общем-то. Но водитель-то может успеть и выскочить, но кто будет танки снабжать? И вот мы пытаемся наносить немцам контрудар. Мехкорпус идет в контрнаступление, авиация противника его отлично видит, то есть всем, кому надо сообщить, более того, постоянно охотится даже за отдельными машинами и выносит нам все тылы. Пехота, бронетранспортеров нет, хотя мы их требуем уже много лет, и отдельные машины у нас в штучном количестве где-то там есть, на базе Т-26 есть. Но опять-таки надо насытить. У нас надо делать Т-34 и кавы, а промышленность говорит, а вот на эти прессы и флот претендует, вы там как-нибудь переделайте Т-34, чтобы в 40-м году нам эти прессы под флот нужно, и так далее. То есть постоянно вот эта драма. Да я бы сказал даже просить Евгений трагедии. Да, да. Чудовищная трагедия, причем самая страшная, я вот лично даже не знаю, как из нее выходить, то есть за что не схватишься, ничего нет, и исправить это за реальные сроки невозможно, тут десятки лет нужно. И? И в результате пехота у нас традиционно отстает от танков, мы ее перебрасываем в несколько этапов, танки, в которые уже раз, то есть с 29 по 39 год, снова все та же картина. Без разведки, без поддержки артиллерии, поскольку с отсутствующей группой связью, причем и между танками, и между танками и другими частями, танки идут в атаку, несут огромные потери, попадают под кинжальный огонь прекрасно замаскированных орудий, которые находятся за боевыми порядками пехоты, то есть мы их не видим. Немецкие танки не желают воевать с нами честно, они тоже за свою пехоту, и мы попадаем под огонь пушек. Три-четыре дня боев, и от сотен танков остаются штучные машины, опять-таки потери в комсостре. Формально он еще есть, но он распадается на отдельной группочке офицеров, которые группами по пять-десять человек выходят к своим. Опять-таки их обрабатывают артиллерии, их обрабатывают авиации, что характерно, командир корпуса уцелел и написал замечательный отчет. Мостовенко, он есть на памяти народа, десять страниц там, вот опять-таки понимание есть, прекрасный литературный язык, все сжато, все прекрасно, без всяких истерик и заложено. Вот десять страниц был мехкорпус, нет мехкорпуса, вот написано, что дальше делать. А как это делать? Кадров опять-таки нет, матча исти нет. И вот у нас зима 41-42 года, возьмите замечательную книжку Юновидова «Одинокая война», там просто показано, как советская дивизия, она рвется в бой, она в общем неплохо укомплектована, приезжает на фронт и не может взять хотя бы одну деревню, хотя бы одну. Они укреплены, огневые точки наша артиллерия не видит, пехота идет в атаку, залегает. Все то же самое часто немцы отбивают наши атаки огнем даже не пулеметов, а просто винтовок. У них есть опыт современной войны, у них есть опыт именно действий взвод рота батальон, а нарком Тимошенко подводит итоги учений в сороковом году именно на этом уровне, конец сорокового года, раньше до этого просто руки не доводили. Опять-таки трагедия. У нас есть современное оружие, мы всячески пытаемся делать и самозарядные винтовки, и радиоуправляемые танки, и радиоуправляемые самолеты, и новейшую артиллерию, и новейшие тягачи, у нас в принципе все это есть, то есть либо буквально за цену золота и в штучных количествах, либо мы пока не знаем, как все это применять. И после того же польского похода мы честно пишем, точнее наши танкисты пишут, а мы не знаем, какая у нас должна быть структура танковой бригады, а мехкорпус слишком громоздкий, с ним надо что-то делать. И опять-таки повторяются требования, дайте танкистам саперов, дайте танкистам мотопехоту, дайте танкистам подвижную артиллерию, чтобы ехать не со скорости 6 км в час, а немцы дают полсотни км в час. Поэтому каким бы ты гением не был, но немцы привозят артиллерию быстрее, она больше по калибрам, у нас 76 миллиметров, у немцев 105 и выше. И поэтому на 41-й год настрел немецкой артиллерии просто в разы больше и больше по калибрам. Причем чем выше калибр, тем сильнее настрел. Тут каким бы ты гением не был, в большинстве случаев ты просто проиграешь. Ну да, плюс колоссальный опыт немецкой армии. Потому что им-то там повоевать пришлось. С кем, как, другой вопрос. И этот опыт мгновенно учитывается идут доработки еще на учениях 30-х годов. Вот здесь спуск неудобный, заменяем проволочный спуск на электрический и так далее, быстро дорабатываем танки и так далее. То есть немцы отнюдь не были какими-то богами войны и терминаторами, но просто именно за счет опыта, за счет взаимодействия войск, за счет именно технического оснащения, когда идет самоходки, но самоходки снабжаются и бронированным транспортерами боеприпасов, и сменными экипажами, и наблюдательными, и тягачами с артиллерией. И в результате у нас не просто толпа бронемашин едет, а действующий организм. И вот как с ним бороться, к сожалению, приходилось познавать уже в реальном бою. Это очень трудно. это вот когда еще раз, Евгений, огромное вам спасибо за столь просветительскую лекцию и беседу, и вот когда речь идет о великом подвиге советского народа, в него, конечно, входит то, что за считанные месяцы из вот армии, которую вы нам сегодня подробно описали, действительно боевой организм получился. Причем, если мы посмотрим, кто где воевал, то внезапно увидим, что прославленные полководцы, тот же рыбалк, Панфилов, Малиновский, Мерецков, они как раз получали свой первый боевой опыт именно вот в таких малых войнах и очень не зря стали таким прославленными. Это были вместе в Испанию. Да, Испания, КВЖД, северо-западный Китай, где воевал рыбалка под псевдонимом русский офицер китайской службы по фамилии Фудзинхуй. Вот они специалисты, то есть они не с неба упали и талант им не был дан Богом, они именно грамотные военные специалисты. Ну да, и тот же самый Чайков, который чем только Китай не занимался. Да, и очень хорошо, что у нас был хотя бы такой опыт, без него мы бы проиграли просто в дрыск. Или потери были бы как у Китая против японской армии, которая была в разы менее оснащенной, чем вермахт, но потери китайцев были просто чудовищные. когда в Великой отечественной войне произошло реальный перелом, то есть когда Красная армия стала той самой силой, с которой засправиться не мог никто? очень очень хороший вопрос. Кровь немцам мы могли пустить на тактическом уровне даже в 1941 году. Я имел учесть быть на буйническом поле, описанном Симонову, там действительно подтверждено, есть фотографии, можно найти, я их использую в статье, фотографии того времени, когда действительно несколько десятков танков, бронетранспортеров немцам вынесли. и вот они стоят на поле, то есть они потеряны фактически безвозвратно. Был бой под Вильгинским, когда колонна немецких танков нарвалась на зенитки, и опять же вот подтвержденно вынесли, немцы подтверждают, это очень-очень большие серьезные потери. Были бои Панфиловской дивизии в октябре, когда у нее больше двухсот столов, из них 30-152 миллиметра, еще 30-122 миллиметра. Это невероятный артиллерийский кулак. Причем Панфилов специально создал в дивизии учебный батальон. Он за счет своего опыта очень-очень тщательно тренировал своих бойцов. Поэтому Панфиловская дивизия стала такой знаменитой, правда, единственное, реальные ее бои затмил, к сожалению, выдуманный журналистом подвиг. Ну, он не затмил, как мне кажется, и если этого не... был ваш коллега Алексей Исаев, и мы с ним сошлись на том, что если вот этого не было, предположим, хотя никто не отменяет пропаганду во время войны, это обязательно, значит, что-то подобное было 50 километров влево, и не здесь, а вон там, и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз спасибо, Евгений, значит, следующая полсада ответит на вопросы слушателей новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, в этом получасе Евгений ответит на вопросы слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Николай. Ну, жалко, мало про Финскую рассказали. Да, про Финскую Алексей Исаев рассказывал в течение двух часов, и такое было. Да, ну да, ну, хотел бы спросить, правда ли там совершались десанты без парашютов с высоты, конечно, беспредельной, выше деревьев, и правда ли, что в Суоми эти автоматы похожи на наши ППШ, сильно помогли. И еще один момент, вот расстрелы Егорова, Василия Блюхера внезапные, то его награждают, то его расстреливают, видимо, за тот же Хасан взяли на дачи у Рашилова. И как вы считаете, вот в нынешней ситуации не стоит ли нам описать неизвестную войну 08-0808-0808 с грузинами, когда мы потеряли полтора десятка лекций. Так, лекция, вот лекция нам. Значит, лекции и демонстрация своих знаний это в другой передаче в какой-нибудь и на какую-нибудь, наверное, все-таки другой радиостанции. Пожалуйста, Евгений. Итак, я могу ответить, что десанты без парашютов у нас не применились, вероятно, это следствие экспериментов по сбрасыванию грузов реющего полета в 30-е годы действительно была такая отработка на специальных контейнерах. Ну, наверное, этот вопрос был задан под влиянием атаки с черенками от лопаты одного известного фильма, известного режиссера. Но, тем не менее, отвечать на такие мифы нужны. Нет, это обязательно. И, кстати, мой вопрос. Вот этот вот знаменитый миф, который был разоблачен серьезными историками, как вы, как Алексей Саев, Елена Сьянова, о совместном параде в Бресте нацистской армии вместе с Красной армией после похода в Польшу. Надо отметить, что на тот момент Польша считалась гораздо более злищим врагом и на некоторое время у наших военных была натуральная эйфория и у политического командования. 20 лет назад мы, то есть физически мы и товарищ Сталин и все высшее окружение вышло как раз из гражданской войны, и они отлично помнили, какое поражение нанесла тогда Польша. И вот, наконец-то, мы посчитались. Да, но вот этот совместный советско-германский парад, ну, это же миф. Скажем так, были контакты, были достаточно дружественные контакты, и именно поэтому на фоне того, что Польша была таким вот злейшим и обидным врагом для Советского Союза, и мы его, наконец-то, побили, отношение к немецким офицерам было достаточно корректное. Нет, просто немцы, я имею в виду нечеткий вопрос, немцы зашли туда, куда им надо было по договоренности, и комбриг Кривошейн присутствовал при отходе немецких войск. Да, он спокойно контактировал, все договаривались, все прошло достаточно мирно, хотя были отдельные стычки по случаяности. Да, да, спасибо. Евгений, еще был вопрос об автомате с Сомми. Я не специалист по стрелковому оружию, но да, тут опять-таки величайшая трагедия Красной Армии, мы очень долго пытались разработать сначала автоматические винтовки Симного, потом самозрядные винтовки Токарева, кстати, очень рекомендую книгу Чумака по самозрядным винтовкам Токарева, там вся эта история изложена гораздо подробнее. То есть, мы изо всех сил пытаемся создать лучшее пехотное оружие в мире, с тем, чтобы оно стреляло на 2 километра, с тем, чтобы на него можно было поставить оптический прицел, гранатомет оружейный, и при этом, чтобы оно весело очень-очень мало. Токарев какой-то невероятный гений, он смог уложиться во все эти невероятно жесткие требования, но при этом его винтовка работала в очень узком диапазоне условий. Грязные патроны, недостаточная чистка, еще что-нибудь, и все не работает. Поэтому у громадного пользователя она работала великолепно. Но с другой стороны... Так вы говорили, что был запользователь. Вы же об этом говорили. В 41-м году мы попадаем в условия, когда такие самозарядные винтовки попадают в руки людям, которые и обычных-то винтовок в руках не держали, не то что самозарядных. Винтовки бросаются даже без ящиков в грузовике, как дрова, потом также выгружаются, патроны грязные, на фронте тоже грязь, а потом винтовки почему-то не стреляют, наверное, плохие. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Очень интересная тема сотрудничества с нашими немцами в ракетной области. Все, спасибо. В ракетной области. Наши с немцами. Немцы в 20-е годы были одними из пионеров наряду с США, но тогда США еще были менее известны, а до Германии достаточно близко. Опять-таки, разрабатывались. и реактивные автомобили. Грубо говоря, берем пачку ракет, ставим на автомобиль, он едва ли не взлетает. И ракета-планеры. Тут необходимо учитывать, что 20-е, 30-е годы это невероятный, просто невероятный прогресс науки и техники. когда уже в конце 20-х годов всерьез пишут о том, что скоро будут самолеты со скоростью и тысячи километров, и две тысячи километров в час, как о вполне реальном проекте ближайшего будущего. И ракеты, и орудия с дальностью стрельбы в сотни километров. Казалось бы, ну, полный феерический бред, что вы думаете? А 43-й, 44-й, 45-й год, это внезапно станет реальностью. Но было ли сотрудничество между советскими специалистами и немецкими? Именно по ракетной технике я не копал, но до прихода Гитлера к власти и даже некоторое время после наши товарищи спокойно посещали немецкие полигоны. Их, ну, нельзя сказать товарищи, но офицеры и специалисты отрабатывали свою технику на наших полигонах. В общем, сотрудничество шло и достаточно массово. Но тут-то следует учесть, что стандартное заблуждение, а вот мы научили немцев на Союзу, простите, чему мы могли научить немцев? Мы им просто предоставляли место для экспериментов в лучшем случае. Евгений, вы сегодня все с этой лекцией именно об этом и говорили. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, судя по сказанному Евгением, в Красной Армии в предвоенный период было очень плохо с аналитикой. То есть, как вот считает Евгений, это на самом деле соответствие действительности или нет? Ну, потому что можно было анализировать... Тут трагедия еще больше. С аналитикой у нас вопрямь-то обстояло хорошо. То есть, есть масса докладов практически по любой войне, по учениям, включая западные учения, даже вплоть до США. Были профессионалы, которые прекрасно владели языками, которые выезжали в самые разные страны от США до Японии и закупали там технику и смотрели литературу и все остальное. Но вот как все это реализовать потом на практике? А вот с этим как раз и была трагедия. То есть, у нас нет своего опыта современной войны. У нас нищая страна, где просто мы не можем реализовать зарубежный опыт. И как раз не надо расстреливать тех, кто этот опыт все-таки получил. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Ваш вопрос. Да, привет, приветствую. Меня зовут Константин. Я бы хотел спросить уважаемый Евгеньев. Ну, два вопроса у меня есть. По поводу мифов. Значит, ну, первое, мне рассказывали, что в 41-м году осенью один из наших городов, Тулу, то есть, отстаивал полк резерва главного командования, когда орудия вот большой мощности поставили на прямую наводку. Нигде я этого не нашел. Это первый вопрос. И второй вопрос, это вот рассказ моего деда, который, ну, участвовал во взятии Будапешта. Он рассказывал, что когда брали Будапешт, с одной стороны пустили батальон на мотоциклах, который весь полег, ну, вот этот маневр обеспечил вход с другой стороны наших войск. Насколько это тоже достоверно. Спасибо. Спасибо, Константин. По Туле и по Калинину я могу рекомендовать прекрасные книги Сергея Кондратенко и Максима Фоменко. Особенно я помню именно по Калинину, который сейчас в Тверь. Там как раз замечательно показана трагедия в разнице технических возможностей вермахта и Красной Армии, когда у немцев есть крохотная группа, но с огнеметными танками и пехотой на бронетранспортерах, а встречает ее рабочие паучинцами с канадскими винтовками времен Первой Мировой. Несмотря на все итоги паучинцев, итог, я думаю, понятнее предсказуем, немцы прошли сквозь. А Будапешт? Будапешт, там действительно были очень упорные, ожесточенные бои, в том числе и потому, что Венгрия помнили как раз 19-й год Венгерскую Советскую Республику, которой мы всячески помогали, но она проиграла. И с тех пор Венгрия помнит, что сейчас с Востока придут эти страшные комиссары, учнят нам что-нибудь неимоверное, и это был последний верный союзник Гитлеровского Рейха. Бои действительно были очень тяжелые, очень упорные, продолжительные, но город все-таки удалось взять, а здесь стоит смотреть уже работу уважаемого Алексея Исаева. Спасибо, и ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Биспов. Андрей, скажите, пожалуйста, Женя, вот такой вопрос, вот вы назвали, что у них полный набор был техники и машин, а вот Гальдер пишет, 400 тысяч машин, автомашин только был в верхнем, а кто их отслуживал? В соотношении боевых частей и вспомогательных отслуживающих? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Очень хороший вопрос. Дело в том, что Гальдер оценивает положение с точки зрения Германии, естественно, он не имел возможности читать советские отчеты о том, как обстояло дело в РКК от 30-х годов. Ну, ведь, наверное, Германия, это же Даймлер, это Мерседес, это БМВ, это Хольк, ну, это же огромное количество предприцированных рабочих. Причем автомобильный транспорт тысячи, десятки тысяч автомобилей еще с Первой мировой. И эти заводы никуда не делись. Их, конечно, пытались перепрофилировать, чтобы они не выпускали совсем уж явно военную продукцию, но людей-то куда делать? Людей с опытом войны и с опытом организации логистики и с опытом выпуска этих автомобилей. То есть эти же люди очевидно могли и в ремонтных бригадах прекрасно на себе работать. И тут еще вопрос о стратегии Блицкрига. Немцы не собирались воевать честно. То есть у кого больше автомашин, тот и победит. Они старались воевать именно маневренно. Нарушить управление, нарушить снабжение. А снабжение и управление у нас и так было не очень. И фактически у нас армия еще есть, но она окружена, она не управляется и разваливается буквально на глазах на крохотной группочке. У нас нет радио, нет связи, нет даже мотоциклов, как в Испании, чтобы довести приказ. Или очень быстро мы все это утрачем. Нет связных самолетов. Но вот вы гениальный командир какого-нибудь мехкорпуса, дивизии, полка выбирайте. Как вы будете командовать, если ваши приказы не доходят? И главное, вы не получаете разведку о том, что делает противник. У вас нет снабжения. Ну сколько-то вы постреляете, потом вам остается только подорвать танки и отойти последними снарядами. Вот это как раз трагедия 41-42 года. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса, если можно. по многим источникам особенно усиленно стали призывать Красную Армию в 39-м году и быстро увеличили ее численность в десятки раз. А что же до этого не было военной как это военной повинности в Советском Союзе. И она была, но как-то непонятно с ней. Второй вопрос, может быть, не по теме вашего гостя, но а может быть, он узнает, почему во время войны немцы покупали железную руду в Свете, через море, там, проливы, когда у них был бассейн с углем и железной рудой. Вот, пожалуйста. Спасибо. По первому вопросу могу рекомендовать замечательную книгу Безугольного «Источник дополнительной силы Красной Армии». Там как раз изложена вся трагедия формирования Красной Армии, причем и с национальной точки зрения. В 20-е годы мы бы и рады призвать, но некого обмундировать. Кроме того, по политическим соображениям мы готовим национальные части для мировой революции, то есть где-нибудь в Туркестане. А потом мы в середине 30-х годов меняем всю картину втихую отказываемся от идеи мировой революции, теперь у нас великий русский народ и кадры националистов мы просто репрессируем в первую очередь. Достается естественно и национальным частям. Армия, конечно, выросла не в десятки раз по численности солдат, но в десятки раз по технике только годы. А в 20-е годы, опять же, по политическим соображениям, мы часто не призывали бывших дворян происходить по священнику и так далее, и так далее. То есть и этот источник был для нас невозможен. А потом у нас за 30-е годы армия выросла в разы. А откуда брать кадры? Вот в этом и трагедии. У нас армия громадная, но не обученная. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, добрый день. Леонид Евгений. Меня тоже Леонид зовут. Вы знаете, у меня вопрос такой более что ли философский. Много десятков я это размышляю. Отец мой был, я очень старый человек. Настоящий фронт пережил, руку потерял на фронте. То есть я дитя войны, и меня эти вопросы волнуют как-то более основательно, а не просто так вот комбинаторно. Те, кто куда проходил, какие части и так далее. у меня все складывается ощущение, что когда мы ставим вопрос о каком-то проигрыше нашей армии, наших армии, наших военных, то это всегда на тех участках, где мы их концентрируем много людей. Наша территория настолько громадная. Вы знаете, постарайтесь избежать все-таки демонстрации своих знаний. Задайте вопрос. Нет, нет, не знания, не знания. Вы, поскольку затронули вопрос, который меня волнует, вопрос управляемости. Мне кажется, у нас никогда не будет той управляемости, к которой привыкли немцы, Европа и так далее. Может быть, основная наша выигрыш заключается в... Все, вопрос не ясен. Большое спасибо. Пожалуйста. К сожалению, нет, да. Поскольку у нас и большая территория, и после Первой мировой гражданской гигантской потери кадров, в том числе за счет эмиграции и потери при Балтике, Польше, Финляндии с образованным населением, то, к сожалению, традиционно наша беда это управление. Но пытались справиться, прилагали грандиозные усилия. Другое дело, что регулярно не получилось, поскольку противник уже имел этот гандикап. Можно ли утверждать, что такое положение миссии сохраняется? С другой стороны, после 49-го года, скоро как раз юбилей первого нашего атомного взрыва, атомной бомбе безразлична обученность того, на кого она падает, и за счет этого мы сейчас вот уже много десятков лет живем сравнительно мирно. А так, как раз трагедия 20-30-х годов в том, что война могла случиться каждый год, а чем мы ее будем отбивать, не знаем. Так это же ведь и вот всеми способами избежать начала такой войны и дезинформировать о сверхмощи Красной Армии и постоянная угроза восстаний, разрушения Британской империи, французской луниальной империи, ну делали, что могли. Да, при том, что на парадах действительно было что показать, но оставалось оснастить и всю армию на таком уровне, а вот с этим были уже проблемы. Да, и как вы сказали, конструкторы работают, опытные образцы создаются, а вот... Да, хотя одновременно создавали и не оправдавшие себя конструкции, причем тот же Таубин, у меня есть по нему отдельная статья, да, человек предлагал свой замечательный гранатомет, предлагал замечательные автоматические пушки, а в результате они просто не работают. А тогда уважаемый конструктор просто пишет, грубо говоря, доносы на всех тех, кто мешает внедрению его замечательного гранатомета. В итоге пришли к выводу, что проще расстрелять одного Таубина, чем всех тех, на кого он написал. Ну вот, кстати говоря, то самое здесь рассказывал, правда, совершенно по другому поводу, Александр Колпакиди, когда дрязги между разведслужбами и доносы друг на друга дошли до пика, было принято радикальное решение. Увы тоже, это как раз атмосфера постоянного ожидания большой страшной войны, которая вот уже сейчас, поэтому нам надо защитить буквально всех врагов, а иначе они вас зачистят. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, при всем при том, при всей той неподготовленности к началу войны, в итоге победили, чем, на ваш взгляд, объясняется эта победа? Спасибо. Тем, что поражение в Великой Отечественной войне для Советского Союза, как сказали бы в английском языке, не вариант. Это было бы просто физическое уничтожение большинства населения Советского Союза, а дальше рабства. Немцы сами показали и в Первую, и во Вторую мировую войну ничего просто не было. Немцы уже тогда вели себя совершенно зверски. И потом, когда, как мне кажется, речь идет о героизме нашего народа в Великой Отечественной войну, в селе... То есть Советский Союз продолжил сопротивление несмотря ни на что. Конечно. И подавляющее большинство населения мы как раз уважаемым Леонидом в качестве наказания за преступления, которых тогда еще было с этим совершенно согласно. И постепенно мы научились воевать. Тут надо учитывать, что немцы тоже совершали ошибки, просто долгое время этими ошибками мало кто мог воспользоваться. А вот потом, уже в 41-м году, им пускали кровь на тактическом уровне, постепенно немцы, пусть с огромными для нас потерями. А потери на 41-й год совершенно чудовищные. Зачастую и в 10, и в больше раз только по людям, не считая потерь техники. Но тем не менее, такими неимоверными потерями мы постепенно выбивали у немцев именно опытные кадры. И, кстати говоря, наша армия в определенный момент оказалась накормленной, обученной, с колоссальным боевым опытом и злой, самое главное. Наша армия в определенный момент оказалась накормленной, обученной, с колоссальным боевым опытом и злой, самое главное. И, пожалуй, коренной перелом, когда Красная Армия показала, на что она способна, это 44-й год, особенно операция Багратион и далее. Что интересно, в деталях операция Багратион поразительно похожа на операцию преомнения лета 18-го года. Казалось бы, прошло столько времени, но вот это как раз то, на что способна армия после нескольких лет большой современной войны, когда все ее части наконец-то работают более-менее как единый организм, когда и авиация, и артиллерия, и танки, и пехота, пользуясь одними и теми же тактическими преемами, громят тех же самых, зачастую и физически тех же самых немцев. Евгений, уже не успеваем, чуть меньше минуты осталось. Спасибо вам за то, что вы объективно раскрыли нам обстоятельства вот этой трагедии. Всегда желанный гость. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Программа Леонида Володарского Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова